добрый день я надеюсь все хорошо выспались получили удовольствие от того что увидели утром в соцсетях там на лентах новостей и так далее и тому подобное сейчас все говорят про войну идет война штурмуют города бомбят там всякие военные базы флоты аэродром и так далее подобное вот собственно я не военный специалист я не хочу на эту тему рассуждать вот меня зацепилось всего что я увидел он так по-хорошему две новости это во-первых отчаяние охватившие фем дачу на которой живет твиттерный герой марк боровский вот и вот это вот новость там газпром продолжает транзит газа через украину несмотря на войну вот в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей вот это вот такая вот война да кому война у кого все в порядке то то есть это вы извините по моему это называется договорняк да то есть вы нас тут бомбите вы у нас тут захватываете что-то но вашу трубу мы трогать не будем потому что там вот всякие европейские партнеры и вообще как бы люди же не должны за этого деньги терять правда вот на восстановление разрушенного кстати тоже можно заработать и так далее и тому подобное я просто представляю себе вот ситуацию там 22 июня ровно в 4 утра вот киев бомбили нам объявили что началась война да а сталин продолжает торговать с германией да на на вот очень много рассказывали как он там с гитлером торгал в 39 там надо до начала соответственно боевых действий в сорок первом да ну вот 22 июня случилось а сталин продолжает продавать германии там хлеб там картошку еще что-то да ну вот тут тоже самое практически вот представляете такую ситуацию сорок первом году я нет вот он собственно все что я хочу сказать об этой войне так называемый в кавычках вот ну понятно зеленского судя по всему слили западные партнеры теперь будет какое-то переформатирование и так далее и тому подобное посмотрим что будет но вот я говорю те кто машет флагом говорит вот мы тут за писали из украинцев 8 лет смотрели как донбасс там фигачили из артиллерии теперь они вписались но так интересно вписались судя по всему предварительно договорившись со всеми там все нужные ручки пожав да чтобы наш газик не дай бог никто пальчиком не тронул вот так что вот так вот такая вот любопытная война все что имею сказать не буду сейчас погружаться в эту тему но потому что большому счету непонятно что творится сообщение кучи да вот много истерики там как патриотической так и либеральные с обеих сторон тут андрей ленинский замечательный ладно посмотрим обзорчик такой маленький до реакции в соцсетях я и я тут сделал бегаю по твиттеру и телеграму да ну вот это вот марик баровский он прекрасен сразу говорю вот это твиттер владимир карамур заре твитит милова который говорит что путину конец все митре гордон благодарит путина кашин про проснулся в 8 утра шоке андрей ильницкий это самим с информационный советник минобороны наш там так вот он общается с украинцами да россия сердце русского мира траляля все дела унисек запад но мы читали его статьи про всякие русский мир и так далее и тому подобное философ ильин плодирует из гроба алексей набальный на суде вернул оперативника против войны все дела вот сделал заявление значит это у нас сорок сороков развлекается в телеграме важнейшим делом сейчас является в корне пресечь потуги партии безбожника и пьяница тараса шевченко навязать русским проект правильной единой украины вот но тут на цена на и наезды на украинскую церковь так далее и тому подобное вот надо истребить саму преступную идею отдельной украинской нации пишут в телеграме 40 сороков ну вот газпром продолжает транзит тем временем вот хорошая мысль надо покопать пвл может там действительно пробай про боли чем есть можно то же самое провернуть соответственно дочка до никита хрущева или внучка преподаватель пропаганды из нью-йорка цивилизованный человек не верила в том что мы нападем на украину вот хороший твит очень точный слова тупака шакура мир его праху у них есть деньги на войны но они не могут накормить бедных ну и еще один замечательный пост из телеграма 40 сороков вот предсказание паисия святогорца не за горами храме святой софии вновь состоится православное богослужение но там такие намеки что украины дело не ограничится там константинополь же он тоже наш ну и александр лукашенко он тут рассказывает как он там кому-то по ночам звонил вот чтобы министр обороны звонил министр обороны украины чтобы тот позвонил министр обороны россии чтобы все это предотвратить вот но никто никому звонить не стал вот в общем такая информационная ситуация говорю погружаться в это делаю пока по мне рано надо подождать вот нормальная информация не отрывочного потока сообщений в соцсетях все всем добра будьте здоровы не дай бог вам попасть под какую-нибудь раздачу